Привет! Давайте узнаем, каким образом в VBA указываются рабочие книги, листы и ячейки, а также, как производятся различные действия с ними. Итак, начнем. Рабочие книги, рабочие листы, а также ячейки являются основными элементами работы VBA. При этом между ними состоит следующая иерархическая связь. То есть, если мы с вами хотим обратиться к определенной ячейке, то мы должны сперва указать нужную нам рабочую книгу, затем рабочий лист и лишь потом ячейку. При этом в VBA такое нисходящее указание объектов, от большего к меньшему, производится при помощи точки. То есть, смотрите. Сперва мы указываем нужную нам рабочую книгу. Есть разные способы указания рабочих книг, и сегодня мы с ними подробнее познакомимся. Затем мы ставим точку. После этого мы указываем нужный нам рабочий лист. Опять-таки, с разными методами указания рабочих листов мы сегодня познакомимся. Снова ставим точку. И лишь затем обращаемся к нужной нам области. И, как было сказано, существует по несколько методов для указания каждого из объектов в этой цепочке. Вот они. Есть, конечно, еще один метод обращения к нужной нам ячейке, но с ним мы познакомимся в следующем видео, пока это останется небольшой тайной. Итак, давайте познакомимся с каждым из методов указания данных объектов VBA. Прежде чем мы начнем с вами знакомство с методами указания и обращения к рабочим книгам VBA, давайте обсудим то, в каком же формате нам нужно сохранять наш Excel, чтобы в них также сохранялись и написанные нами макросы. Для этого откроем пустую книгу и напишем какую-нибудь тестовую процедуру. Сохранить файл в нужном нам формате Excel мы можем, перейдя во вкладку «Файл» и «Сохранить как». Затем выбираем нужную нам папку. И в этом окне нам нужно поменять формат Excel файла на «Книга Excel с поддержкой макросов». Нажимаем «Сохранить». Теперь написанные нами макросы будут сохранены в этой книге. Смотрите, давайте проверим. Заходим в VBA и видим то, что наш модуль сохранился за данной книгой. Кстати, если вы вдруг забудете об этом шаге, Excel вам напишет в диалоговом окне, что в обычном формате Excel файлов «XLSX» макросы не сохраняются, и вам нужно будет выбрать другой формат Excel файла. Итак, вот мы с вами создали вторую рабочую книгу Excel для изучения темы рабочих книг в VBA. И давайте откроем эти две книги. Тут, кстати, следует запомнить порядок открытия этих двух книг. Смотрите, сперва я открою первую книгу. И только затем вторую. Нам это еще понадобится. В первом модуле первой рабочей книги мы с вами сейчас напишем процедуру, где будем изучать методы обращения к рабочим книгам VBA. Итак, смотрите. При помощи диалогового окна мы будем с вами обращаться к названию рабочих книг, чтобы для наглядности проверять каждый из наших методов. Напишем первый метод. И смотрите, как мы уже обсуждали, Workbooks — это объект. То есть в нем сохраняются различные свойства, и к нему можно применять различные команды. Обратиться к данным свойствам или командам можно при помощи точки. Вот мы нажали точку, и VBA уже показывает список свойств и различных команд, применимых к данному типу объектов. Давайте обратимся к имени данной рабочей книги. То есть, смотрите, попросим в диалоговом окне вывести, указываем рабочую книгу, и к чему обращаемся? К имени данной рабочей книги. Проверяем. Окей, вылезает книга 1. При этом обратите внимание, в целом указывать формат данной рабочей книги не обязательно. До тех пор, пока у нас не открыты две разных Excel-книги с одинаковыми названиями, но, скажем, разными форматами, тогда нам нужно дописывать, какая именно нам нужна. Итак, вот наш первый метод. Давайте его закомментируем и познакомимся со вторым. Итак, смотрите. Помните, я сказал то, что нам нужно запомнить, в каком порядке мы с вами открыли наши рабочие книги? Первой мы открыли первую книгу, и второй — вторую. И как раз наш второй метод обращения к рабочим книгам заключается в указании индекса. И за этим индексом будет как раз скрываться то, в каком порядке были открыты рабочие книги. То есть первую книгу мы открыли с вами первой, и именно поэтому сейчас выведется ее название. То есть данные два выражения равнозначны. Проверим. Окей. Если мы с вами поменяем данный индекс, то выведется вторая книга. То есть, как мы сказали, первой по порядку мы открыли эту книгу, и затем только вторую. Поэтому вводится, соответственно, название книг. Напишем третий метод. Итак, смотрите. В EBA есть такое выражение, как this workbook. Идея заключается в том, что сейчас мы обратимся к той рабочей книге, в которой содержится данная процедура. И мы видим то, что данная процедура у нас содержится в книге 1. Следовательно, ее название и будет выведено. Проверим. Отлично. Давайте скопируем данную процедуру и вставим в нашей второй книге. Запускаем ее здесь. И у нас вводится книга 2. Окей. И познакомимся с последним методом указания рабочих книг. Итак, смотрите. Фраза Active Workbook. Она заключается в том, что мы будем обращаться к той рабочей книге, которая была в последний раз активирована. То есть, в которой мы последний раз кликнули. Давайте в качестве примера сделаем последней кликнутой, то есть активной, вторую книгу. Вот мы здесь скажем работали. Заходим в нашу процедуру и запускаем. И у нас выводится имя второй книги, потому что она сейчас активная. Мы в ней последний раз кликнули. Окей. Для примера заходим в первую книгу. Здесь поработали. Идем в процедуру, запускаем. И у нас становится активной первая книга. Однако, данный метод имеет определенные минусы. То есть, зачастую можно не заметить, как были кликнуты те или иные рабочие книги. Поэтому лучше его не использовать, а использовать какой-либо из данных методов. То есть, более точно указывать, какая рабочая книга нам нужна. Итак, с методами указания рабочих книг мы познакомились. Теперь давайте поговорим по поводу рабочих листов. Но прежде чем мы начнем, нужно сделать следующее замечание. В нашей теоретической вводной части мы уже сказали, то что в EBA следует обращаться согласно иерархическому порядку. То есть, от большего объекта рабочей книги к рабочему листу, меньшему объекту. Таким образом, мы даем EBA знать, какой именно путь, скажем так, нам нужен. То есть, нам нужно точно указывать, какая рабочая книга нам нужна. Давайте напишем это. Обратимся вторым методом, например. И точно так же ставим точку. Теперь нам нужно добавить пару листов, поскольку у нас всего по одному в каждой рабочей книге. Вот теперь у нас одинаковое количество листов в данных двух книгах. Итак, смотрите. Мы обратились к нужной нам рабочей книге. То есть, та, которая была открыта первой. Это у нас книга 1. И с помощью точки обращаемся к рабочему листу. И здесь первый метод очень схож с нашими рабочими книгами. Открываем скобки. И в кавычках пишем название нашего рабочего листа. И точно так же, как и в случае с рабочей книгой, при помощи точки мы можем обратиться к определенному свойству данного объекта. Например, к его имени. Или, по-другому сказав, названию. Давайте также попросим вывести в диалоговом окне. И запускаем. Окей, отлично. Теперь проделаем то же самое, только вторым методом. И я полагаю, вы уже догадываетесь, в чем его особенность. Его особенность, точно так же, как в случае с рабочими книгами, заключается в том, что мы указываем порядковый индекс. То есть, смотрите, в первой книге наш первый лист, то есть 1, 2, 3. Вот наш порядок. Первый лист, то есть по номеру, по индексу, это лист 1. Проверим. Идем в VBA и запускаем. Окей, отлично. И теперь третий метод. Итак, смотрите, здесь все очень схоже с рабочими книгами. Указываем нужную нам рабочую книгу. Это первая книга, которая была в порядке открыта первой. Затем с помощью точки обращаемся к ее активному листу. И здесь вы, полагаю, уже догадались, то что все точно так же, как с рабочей книгой. Активный рабочий лист – это тот, по которому мы последний раз кликнули. Давайте сделаем активным рабочим листом в нашей первой книге лист 3. Вот мы на него последним кликнули. И точно так же ставим точку и обращаемся к его имени. Проверим. Лист 3. Супер. Вы можете задаться вопросом, что же произойдет, если не указывать открытый и эксплицит на VBA, какая рабочая книга нам нужна. Давайте это проверим. Переименуем в нашей второй книге листы. WS будет означать Worksheet. Worksheet 1, 2 и 3. Для нашего примера очень хорошо подойдет второй метод. Убираем, какая именно рабочая книга нам нужна. И остается то, что мы просто в диалоговом окне просим вывести название первого листа, а какая рабочая книга – не говорится. В таком случае VBA будет брать активную рабочую книгу. И как мы обсуждали о рабочих книгах, мы уже знаем то, что активной рабочей книгой считается та, которая была последний раз кликнута. И давайте кликнем последний на книгу 1, например. Возвращаемся в VBA. И смотрите, просим указать название первого листа. Запускаем. Первый лист у нас – лист 1. Если мы кликнем в книге 2, у нас первый лист – это WS. Запускаем. То выводится название WS1. Но мы с вами давайте все-таки будем более точно указывать, какие рабочие книги нам нужны. Окей, и теперь давайте начнем знакомство с range, или же областями. Итак, мы с вами договорились, что в данном видео мы познакомимся всего с одним методом указания range. Итак, смотрите. Просим вывести в диалоговом окне. Затем указываем, что область A1. В понимании VBA под областью может подразумеваться либо множество ячеек, то есть вот одна область, либо одна ячейка. Это тоже для VBA область. Например, область A1, область от B1 до C2 и так далее. Так вот, смотрите. Диалоговое окно, указываем область и обратимся к одному из свойств данной области. Пусть это будет адрес. То есть, как он записывается, например, C3 и так далее. При этом здесь у нас будет выведено с долларами, то есть статический адрес. Но это как бы неважно, нам сейчас нужно к чему-нибудь обратиться, чтобы работало диалоговое окно. И посмотрите метод, как мы указываем нужную нам область. Точно так же, как и с рабочими книгами и рабочими листами, открываем скобки и в кавычках пишем нашу текстовую информацию, то есть название нашей области. Давайте запустим и проверим. Окей. Вот то есть статическая область A1. Вот она. Теперь давайте посмотрим, как задавать область с более чем одной ячейкой. Это очень просто. Ставим двойточию и пишем вторую ячейку. То есть, смотрите, нам нужна область, скажем, от A1 до D4. И прямо так и пишем. Двойточие D4. И давайте точно так же выведем адрес данной области. Окей. От A1 до D4. Со вторым методом указания области при помощи фразы wrench мы познакомимся с вами в следующем видео. И пока, думаю, нам данных всех методов вполне хватит. Вот мы с вами за очень короткий промежуток времени ознакомились с самым важным, касательно указания или же получения доступа к рабочим книгам, рабочим листам и ячейкам или же областям VBA. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Ведь в следующих видео мы с вами выучим еще больше самого важного о VBA. Увидимся в следующем видео. Пока.